Слава Богу за благодать Божию и благословение Божие, которое Он посылает в нашу жизнь. За Слово Божие, которое Он оставил для нас, укрепляет нашу веру, нашу надежду и наше упование на Него. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, записаны такие слова. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть называться и быть детьми Божьими». Которые не от плоти родились, но написано там дальше, которые от Бога родились. Это Божья милость, Божья благодать, Божие благословение для всех нас, чтобы мы, живя здесь, могли радоваться в Господе и прославлять Его святое имя, потому что Он родил нас свыше и дал нам эту власть. Люди, которые окружают нас, они не знают Бога, они не имеют тут о власти, они не являются чадами Божьими, они не являются детьми Божьими, а нам с вами Бог дал эту власть, дал это благословение, и мы живем в этом и радуемся. Иоанн также написал в первом послании, в пятой главе четвертого стиха такие слова. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус – Сын Божий». Здесь Он подтверждает о том, что мы с вами уверовали, Бог дал эту нам надежду и пование. Живя среди этого мира, мы познали Бога, мы вкусили, что Он благ, и мы имеем эту победу через нашу веру в нашего Господа Иисуса Христа. И это радует нас, это утешает, дает нам силу, дает надежду и пование. В Крымлянам в восьмой главе мы читаем так. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божия, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которое взываем Ава Отче». Здесь Он еще больше говорит о том, что те, которые уверовали, те, которые познали, те, которые вкусили, рождены свыше, дети Божии. Бог послал Духа Своего Святого, и мы не приняли духа страха, что жить в рабстве греха, в рабстве страха, переживания, но мы уверовали в живого Бога, мы познали живого Бога, и Он дал нам духа усыновления. Мы Его дети, мы Его народ, и Он заботится о нас и печется. Также еще апостол Павел Тимофеев говорит, добавляя к этому, говорит такие слова. «Ибо дал вам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Здесь Он говорит, что дал Бог нам духа силой, любви и целомудрия. Слава за это нашему Господу. Что Бог дает? Он совершил победу на Голгофе, Он разрушил дела дьявола, и Он имеет власть на небе, на земле, и имеет власть в наших жизнях. Бог заботится и печется, и Он хочет, чтобы мы с вами тоже были верны Ему, тоже имели эту силу для того, чтобы то Слово, которое мы знаем, чему мы научены, мы могли оставаться верными Господу, исполнять свои жизни. И через это придет благодать и благословение, придет радость и утешение от Святого Духа в нашу, в вашу жизнь. «Те, которые познали и вкусили, что благ Господь». Слава Богу за эти слова утешения, за слова благословения. Передо мной брат напоминал о том, что Бог имеет власть среди природы. Был он с учениками на море, и там после того, как Бог смирил это все, они удивлялись, откуда такая власть, откуда такая сила. Он Господь, Он Творец, Он имеет эту власть и силу. В Евангелии от Матфея, 7 главе, 8 главе, написано о том, что когда Иисус шел, то к Нему подошел один из сотников и просил его и говорит, что говорит, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его». Сотник ему говорит, что скажи только слово. Он говорит, я не достоин, чтобы ты пришел в дом мой. Скажи только слово, и выздоровит слуга мой. И мы видим, что Христос был удивлен его верой. Этот человек, он говорит, я подвластный человек, у меня есть воины, у меня есть рабы, и то, что я говорю, они делают. Он говорит, у тебя есть власть для того, чтобы исцелять. Есть сила, скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Христос удивлялся этой верой, которую имел этот сотник. Христос сказал ему слово, и написано, что слуга его выздоровел. «Боги мои имеют власть и силу в нашей жизни. Когда мы обращаемся, приходим к Нему, Он всемогущий Бог. Мы должны верить Него, доверять Ему, чтобы имя Его было прославлено в нашей жизни». Мы все с вами знаем, что Христос избрал нас с вами для того, чтобы имя Его было прославлено в наше время, в наши дни, в которые мы живем, чтобы Его слава являлась, Его сила, Его премудрость, и чтобы мы, наши семьи, наши дети, наши близкие родственники, окружающие нас люди, они видели эту славу. Они тоже переживали ее, чтобы мы были свидетелями этой славы, этих благословений, которые Бог посылает нам. Слово Божие говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе. Воля Божия во Христе Иисусе, чтобы мы радовались, молились и всегда Его прославляли. В любое время, какое ни пришло, мы должны во Христе Иисусе воля Божия. Бог избрал нас для спасения, для благословения, для того, чтобы мы с вами были участниками в Его Царстве, чтобы, живя здесь на земле, Его Царство, оно было внутри нас. Это благодать Его, это живое Слово Его, Дух Его Святой, животворил нас, наполнял во Христе Иисусе. Да, мы видим, что мы живем рождены в Духе от Него, но мы живем и в теле. Я думаю, мы все переживаем разные периоды природы в жизни. Бывает лето, бывает зима, холод, и мы с вами все одеваемся, посмотрим, какая погода на улице, что пришло, ветер, дождь, буря, и мы берем ту одежду, то, что нам необходимо, и одеваемся, и находимся под защитой. Скажем, да, у нас есть еще машины, в которые мы зашли, дождь нас не коснется. Так же самое, что мы живем в этом мире бушующем, и Слово Божие, Христос говорит, что когда увидите это все сбывающееся, Он говорит, восклонится головы ваши, ибо приближается избавление ваше. Бог говорил, что будут происходить разные события на этой земле, но те, которые рождены свыше, те, которые свою жизнь посвятили для Бога, те, которые живут в этом мире, но по законам Царства Иисуса Христа, Царства Божия, Его благодать, Его благословение, Его вера во внутренности нашей, Его надежда, Его упование через Слово, оно дает нам жизнь, оно дает нам надежду. Да, вокруг мир бушует, да, вокруг переживания различного рода, но наша надежда на Господа, наша жизнь в Его всемогущих руках, а Бог всемогущий Бог, Он заботится, чтобы никто не погиб, но все достигли вечной жизни. Бог хочет, чтобы мы радовались во всякое время и Его славили, потому что мы не вечные на этой земле, оно пройдет, время пройдет, и будет встреча с Господом. Но в это время, которое нам отмерено, какое бы оно ни было, или время лета, время осени, время зимы, весны, как бы этот мир не суетился, чем бы он ни занимался, но мы дети Божие, у нас есть надежда и упование, мы будем Ему служить, мы будем Его прославлять и в Нем радоваться. Я хотел бы прочитать с шестой главы, еще с Евангелия от Матфея. Написаны такие слова. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Я думаю, если мы с вами все вспомним время, когда мы покаялись, время, когда мы были рождены свыше, крещены Святым Духом и были исполнены Святого Духа, какой мир, какая радость наполняла наши сердца. Я думаю, мы переживали все это, многие переживали. Были и другие случаи исполнения Святого Духа. И находились мы и Бог. Да, может быть, мы были дома, да, может быть, мы были на каком-то молитвенном собрании, да, может быть, мы были в церкви, но в тот момент радости и утешения мы были наедине с Богом. Мы имели это общение, мы переживали, хотя нас, может быть, и окружали другие люди. Все, что мы помним, это радость во Христе Иисусе, это Его благодать, это Его благословение. И слово, которое я прочитал, Бог призывает к нам. Я думаю, те люди, которые имеют в своей жизни эту тайную комнату, эту личную встречу со Христом, общение с Отцом и Сыном, общение во Святом Духе, эти люди имеют мир. Они могут находить этот мир, они могут пребывать, пребывать в этой радости, потому что даже в жизни нашей происходило много обстоятельств, которые вокруг что-то происходило, но обращаясь к Богу, молясь к Нему, приходя к Нему, мы получали мир. Может быть, даже ничего не изменялось вокруг, но внутри нашей, в сердце нашем, приходил Божий мир, приходила радость и утешение. И окружающие люди говорят, чего ты радуйся, чего вы радуетесь? А мы знали, что Бог животворит, Бог дает мир, Бог заботится, придет время, и Бог поменяет эти обстоятельства, и придет утешение, и придут перемены, и придет радость. И так и было в нашей жизни. Бог заботился, и совершал свое дело, и мы видели всемогущую руку нашего Господа. Поэтому Бог и сегодня призывает каждого из нас, чтобы мы имели тайную комнату. Там приходит мир, там приходит радость, там приходит благословение, там приходят ответы на наши молитвы. Христос это призывал и говорит, что человек должен иметь это общение личное с Богом. Да, он может быть в церкви, но все равно он лично общается с Богом, со Христом. Лично его храм, его внутренность наполняет Святой Дух. И он животворит его, и мы тогда радуемся и славим нашего Господа. Здесь Христос говорит, что надо это иметь. Если кто-то не имеет, или забыл давно, живя в этом мире, нет проблем, нет переживаний особых. И человек оставил свою тайную комнату, оставил это общение, то, естественно, человек, живущий по плоти, он зависит от тех событий, которые происходят вокруг. Если человек учится жить по духу, поступать по духу, то многие эти обстоятельства, которые касаются его, находясь в плоти, от Бога приходит утешение, от Бога приходит защита, покрывает покровительство, и Бог защищает и благословляет. И Бог хочет, чтобы наша вера, наша надежда укреплялась на Него, и тогда Его благословения они будут проходить в нашей жизни, когда мы будем иметь личное общение с Ним. Личная радость, утешение, благословение. Получается, все, что вокруг, это мировые события, или в стране события, или в мире события, они должны будут. Бог говорит, что будут какие-то перемены, будет какое-то движение, люди не будут знать, что делать, а у нас есть надежда, у нас есть живая вера в живого Бога, который говорит, что не оставлю вас, не покину. Бог заботится о своих детях, но Бог хочет, чтобы мы не как маленькие дети заботились только о плотском, но о духовном, чтобы мы духовно росли, имели это общение. Я думаю, что самые большие переживания или благословения в нашей жизни, радости, это приходило в молитве, это в общении, в исполнении Святого Духа, это когда Бог наполняет нас ходатайствами Святого Духа. Мы не знаем, о чем молиться, но Бог знает все наперед. Бог наполняет, мы молимся, мы имеем это утешение внутри себя, и когда потом приходят какие-то впереди обстоятельства, проходит время, и от Бога приходит защита, благословение, покровительство, Бог любит и благословляет, Бог любит и защищает. И Бог хочет, чтобы мы молились Ему, открывали свои желания. Да, мы уверовали, мы познали, но, как братья говорят, что церковь – это все поколения, как семья. Есть родители, есть бабушки, дедушки, есть дети, дети разного возраста, и еще не все вкусили и познали, как благ Господь. И мы в этой молитве будем молиться за детей наших, за подростков, за молодежь, чтобы они познавали Бога, чтобы они искали Бога. Мы видим в последнее время, сатана ставит козни или рассыпает разного рода обманы для подростков, ни для юнош, ни для взрослых, хотя и для них хватает, но он хочет и для детей. Поэтому наши дети, они нуждаются, чтобы в наших семьях, в наших церквах было исполнение Святого Духа. Да, наши наставления, мы говорим, мы читаем из Слова Божия, но то, что Бог совершает, то, что Бог делает, Он утверждает. И в нашей жизни мы переживали, нет папы и мамы, но мы знали, что есть Бог. Мы знали, что если были еще меньше, я помню из-за себя, да, мы не могли ответить старшим учителям, людям, многих вопросов, но мы понимали внутри сердца, папа говорит правильно, он говорит, из Библии читает, знать, то, что говорит папа, это правильно, и этого надо держаться. Да, мы не знали, как ответить, но было утешение. Естественно, когда пришло благословение от Бога, пришло это рождение свыше, тогда мы сами уже утвердились, тогда уже не нужен был папа, мама, мы сами познали, вкусили, что благ Господь. И Бог заботится о всех нас, чтобы мы Ему служили, потому что Он нас избрал, избрал нас с вами, чтобы мы были верны Ему, чтобы Он мог являть силу, благодать и благословение. Написано, что Бог светом Своим просвещает всякого человека. Мы находимся с вами на разных работах, в разных колледжах, школах, но хочет Бог, чтобы эта благодать, она распространялась, чтобы люди, которые окружают нас, они тоже увидели свет спасения, они тоже увидели, что мы веруем в живого всемогущего Бога, мы переживаем от Него защиту и покровительство, переживаем благословение, Бог являет славу Свою, чтобы мы были способны тоже передать людям это Слово, Слово веры, Слово надежды, Слово утешения. Если Бог за нас, если Бог создал Свою Церковь и сказал, что врата ада не одолеют эту Церковь, наша забота с вами, быть в этой Церкви, быть живыми, расти духовно, приходить к Богу и общаться с Ним в тайной комнате, чтобы возрастала наша вера, наша надежда, наше упование на Него. А Он Бог всемогущий, любящий и благословляющий. Бог хочет, чтобы мы и дети наши вместе Ему служили, потому что Бог сильнее того, что в мире. Мы приняли Духа Святого, силу Божию, как я прочитал, любовь Божию, благодать Божию, и она нас утверждала в то время, в это время, в будущее время. И Бог хочет, чтобы мы были Ему верны, даже если нужно, до смерти. А что такое смерть? Это переход в лучшее. Это в том, что надежда и упование, вечная жизнь со Христом, несравненно лучшее. Но мы на земле, мы на пути, и в это время наша надежда на Господа, наши молитвы к нашему Богу, чтобы Он касался детей наших, рождал свыше, давал премудрости, прикасался Свою благодатью, чтобы они ощущали эти переживания и вместе с нами были верны Ему, служили Ему и прославляли Его Святое Имя. Склонимся и будем молиться Господу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok